Равнение на бизнес. За год в Щелковском районе было создано более 2200 предприятий малого и среднего бизнеса. Это 9600 рабочих мест. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 29%. Компании, показавшие заметные результаты в своем развитии, а также представителей социально-ориентированного бизнеса, отметили на дне предпринимателя в районном культурном комплексе. Те страны, в которых микро, малому и среднему бизнесу отводится порядка 70%, те страны имеют абсолютно устойчивую экономику. У нас пока 24%. Это скромный результат, но мы видим, что и за прошлый год у нас 2133 предпринимателя появилось новых. И я уверен, что эта тенденция будет только в положительную сторону. Многие из вас, ну практически все, когда уже проходит становление как предпринимателя, они понимают, что делать нужно не только для себя, не только для своей семьи. Нужно делать благое дело для общества. Социально-ориентированные предприниматели в Щелковском районе работают в сфере торговли и бытового обслуживания. Мы занимаемся организацией ресторанов и кафе. У нас есть кофейни, есть летние проекты. Мы недавно успешно запустили, отработали в городе Пушкино, хорошее место, фудмуд называется. Мы его уже запустили и передали собственникам таксажем. Но вы не здесь оставите в районе? Естественно, естественно, да. Масштабное строительство ведется на территории предприятия Щелково-Аграхимы, за его пределами, в областях с развитым аграрным сектором. Первое мы строим свое здание завода управления. Значит, сейчас уже строительная часть практически закончена, начинаются дизайнерские работы. Второе, мы строим целый комплекс складских помещений, потому что с каждым годом объем продукции наращивается. Значит, сейчас уже мы ушли в район 25 тысяч тонн. Малый бизнес, двигатель экономики Дню предпринимательства Московской области в районном культурном комплексе была посвящена выставкам местных производителей. Все, что производится, а это и выпечка, и химия, и лакокрасочные материалы, все налоги остаются в Щелковском районе. Очень широкий ассортимент продукции из мяса, мяса птицы. В Щелковском районе мы находимся с 2006 года. Наш завод функционирует, развивается, расширяется. В сфере спорта добился успехов предприниматель Дмитрий Астахов, открывший в районе первый специализированный зал для занятий кроссфитом по лицензии компании «Рибок». Сначала это было на каких-то любительских, энтузиастских началах, как хобби для меня. Соответственно, занимался, работал в сфере IT, был руководителем проектов. Потом понял, что кроссфит все больше и больше меня затягивает. И я решил заняться дауншифтингом модным сейчас и полностью посвятить свою жизнь новому начинанию, то есть вступить в предпринимательскую стезю и вложил все, что у меня было, в то, что вы видите сейчас. Мы наградили предприятия, которые активно развиваются, инвестируют, расширяют свое производство. В том числе и также наградили, если больше из малых предпринимателей, тех, кто оказывает услуги населению, социальных предпринимателей. За год в нашем районе было реализовано пять инвестиционных проектов. Построен производственный комплекс «Валента Фарм», производственные линии «Гамма Флекс» и «Богородские деликатесы», крестьянско-фермерское хозяйство «Воря» и производственный складской комплекс «Бест». На этикетках продукции указано «Сделано в Щёлкове». Михаил Налётов, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щёлково».